выбор автомобиля для большой семьи невелик а если рассматривать универсального солдата то есть для работы и для дома то таких машин еще меньше и первыми на ум конечно же приходит большое семейство автомобилей volkswagen да да те самые транспортеры каравеллы и мультивены и сегодня мы их будем рассматривать с вами пётр баканов и программа поддержанная автомобиля ну что насколько хорош немецкий бус в российских реалиях живых машин серии t4 почти не осталось поэтому героем сегодняшней программы мы выбрали пятое поколение коммерческих volkswagen of выпускали серию t5 больше 12 лет с 2003 по 2015 годы так что достойных предложений на вторичном рынке хватает понятно что и ценники на любой вкус и кошелек купить старенький транспортер можно тысяч за 400 но более свежие варианты стоят около полутора миллионов рублей то ли дело каравелла за такое авто могут попросить до миллиона 800 а входной билет уже не 400 а все 500 600 тысяч рублей примерно столько же попросят и за самый доступный мультивен хотя здесь предельный ценник может дойти до двух с половиной миллионов рублей а то и выше особенно если речь идет про исполнение бизнес и тут у многих возникнет вопрос а в чем разница между этими автомобилями постараюсь объяснить по простому транспортер это больше рабочая лошадка он может быть как фургоном так и бортовым шасси грузовичком ну или даже микроавтобусом при этом большинство опций несет чисто функциональный характер а например внутренней обшивки или шумоизоляции может не быть вообще каравелла это только микроавтобус он более комфортный в нем больше опций но при этом не будет таких премиальных фишек например как поворотные кресла второго ряда ну либо же сдвижной центральный столик мультивен типа нашего автомобиля это высшая ступень эволюции здесь может быть все и здесь можно все правда вот этот автомобиль который вы видите и все внутреннее убранство это уже индивидуальный тюнинговый проект и все это не считая нескольких форматов кузова в природе существует два размера колесной базы три варианта высоты крыши плюс разные компоновки и количество сидений следовательно подбирая подходящее авто логичнее не останавливаться на одном исполнении а рассматривать все сразу понятно что многим хочется заполучить каравеллу или мультивен но сбрасывать со счетов обычные транспортеры не надо ведь многие элементы отделки стоят недорого а установить их реально своими силами при том нередко такой апгрейд может быть уже проделан прошлым владельцам кстати большой минус именно мультивенов их прошлое большинство дорогущих бусов попадает на вторичный рынок из автопарков компании это значит что за их плечами не только огромный пробег обычно скрученный перед продажей но и выработанный моторесурс как известно корпоративный транспорт подолго дожидается своих пассажиров без устали трабаня на холостом ходу хотя снаружи и внутри бывшие служебки могут выглядеть почти безупречно что касается пробегов в объявлениях редко встречаются машины накрутившие более 300 тысяч километров хотя на сервисных станциях экземпляры с пробегами по 500 600 тысяч частые гости отсюда вывод пробеги безжалостно скручивают а еще перед продажей коммерческий volkswagen запросто могут облить свежим слоем краски к несчастью родная маль держится за кузов из рук вон плохо слезает целыми пластами однако кузов оставшись без защиты еще долго сопротивляется коррозии будто на контрасте выпускная система родной выпуск может прогнить всего за пару соленых зим причем официально предлагается менять весь тракт целиком из других кузовных напастей перечислим головную оптику который быстро царапается и лобовое стекло мгновенно обрастающие сколами но это общая беда всех венов а вот что немцы сделали наперекор всем остальным это механизмы сдвижных дверей у транспортером это хозяйство служит 5-7 лет что весьма приличный срок однако починить и отрегулировать разболтавшуюся дверь сможет не каждый мастер а дверь оснащенная электроприводом куда капризнее за те 12 лет что модель стояла на конвейере она успела примерить огромное количество самых разных моторов при том не только дизельных но и бензиновых правда последние останутся за скобками этой программы уж очень мало их выставлено на продажу с дизелями ситуация следующая до рестайлинга главной движущей силой были четырехцилиндровый турбомотор объемом 1,9 литра эти движки заслужили славу простых и надежных агрегатов которые без особых проблем готовы отбегать миллион километров взамен от владельца требуется не экономить на масляном сервисе от старого масла в первую очередь страдают распредвалы а также их постели впрочем восстановить постели заменить распредвал дело не самое дорогое а вот покупка внимание насос форсунок заставит схватиться за голову оригинальная бошевская деталь стоит от 40 тысяч рублей за одну штуку за восстановленную деталь попросит около 10 тысяч поэтому до покупки автомобиля важно провести диагностику системы питания на любом фирменном сервисе у пятицилиндровых турбодизеля объемом 2 с половиной литра насос форсунок стоит конечно же на дно больше но только проверкой системы питания здесь дело не ограничится этому движку вдобавок показан осмотр эндоскопом и вот почему у мотора 2.5 tdi блок цилиндров отлит из алюминия для его упрочнения инженеры решили пойти по интересному пути зеркала цилиндров обработаны методом плазменного напыления и вот с возрастом это инновационное покрытие имеет привычку отслаиваться официально такой блок надо отправлять на свалку впрочем наши мастера уже давно научились гильзовать volkswagen of ski моторы но предсказать ресурс блока довольно сложно больше всего напылению вредят регулярный перегрев высокосернистая солярка и некачественное либо просто грязное масло вообще более капризными считаются ранние версии этого двигателя несущий индекс axd у которых помимо всего прочего от интенсивного износа страдали распредвалы и гидрокомпенсаторы но даже эти моторы выхаживали до 300 тысяч километров а с января 2006 года в серию пошла доработанная версия этого двигателя несущая индекс bnz у которой помимо всего прочего была изменена и технология плазменного напыления зеркал и у прилежных хозяев моторы новой серии спокойно ходят по 500 600 а то и даже 700 тысяч километров но есть примеры когда покрытие слезала втрое раньше первым признаком того что мотору в скором времени понадобится капремонт является громкий лязгающий звук во время работы правда рядные пятерки изначально громче своих четырехцилиндровых собратьев причина в шестеренчатом приводе газораспределительного механизма с рестайлингом 2009 года гамму моторов полностью перетрясли с этого момента дизеля объемом 1,9 и 2,5 литра уступили место унифицированным двухлитровым агрегатом тогда же volkswagen отказался от насос форсунок перейдя на систему впрыска common rail еще одним революционным решением стало использование технологии двойного турбонаддува на самой мощной версии за счет этого рядная четверка смогла выдать 180 лошадиных сил правда неумеренная форсировка аукнула снижением ресурса при самом благоприятном раскладе битурба выхаживает смешные для коммерческой техники четверть миллиона километров это если прежний владелец сократил пробег между заменой масла до пяти семи тысяч километров кстати распознать что дважды надутому дизелю вскоре понадобится капремонт поможет огромный расход масла вплоть до трех литров на тысячу километров пробега совсем неудачными считаются машины выпущены до 2013 года позднее volkswagen внедрил другие поршни но проблема осталась потому что реальным виновником оказался охладитель отработанных газов клапана егр мы уже рассказывали об этой проблеме описывая volkswagen аморок но придется повторить как выяснилось алюминий охладителя в определенных условиях может корродировать и в этом случае частички крылатого металла начинают работать как абразив быстро убивает цилиндропоршневую группу новая версия охладителя появилась только тогда когда поколение т5 транспортера уже успела сойти со сцены также немало нелестных отзывов заслужил модуль двойного наддува турбины и заслонки считаются чуть ли не расходным материалом поэтому лучше не гнаться за мощностью а взять менее быструю машину в идеале самую слабенькую с обычной турбиной без изменяемой геометрии да такой вариант может показаться нерасторопным зато должен отбегать 500 700 тысяч километров но как обычно не обошлось без нюансов у движков без балансирных валов привод масляного насоса организован отдельным ремешком точных сроков его замены volkswagen не называет поэтому логично его обновить при очередной ревизии газораспределительного механизма для справки балансирных валов не предусмотрено на базовых версиях дизеля а вот исполнение отдачи 140 и 180 лошадиных сил уже оснащены блоком балансиров который встроен масляный насос что касается привода газораспределительного механизма то он реализован через ремень новый рекомендуется ставить каждые 80 100 тысяч километров во время этой процедуры будет полезно поменять водяной насос не дожидаясь его протечки на машинах выпущенных до конца 2011 года превентивной замены может потребовать кожух привода газораспределительного механизма пластиковая крышка старого образца не в силах защитить механизм грм от попадания лохмотьев ремня привода вспомогательных агрегатов если тот вдруг оборвется и в этом случае клапаны очень быстро скажут привет поршням в остальном никаких сюрпризов то что volkswagen of ski моторы любят хорошее масло качественное топливо и регулярный сервис должны выучить все переходим к трансмиссии с выбором коробки передач все просто у большинства автомобилей выставленных на продажу стоит обычная механика начальным версиям и рабочим лошадкам полагается пятиступка а мощным исполнением уже шестиступенчатый агрегат второй вариант считается более ресурсным слабые места обеих трансмиссии это подшипники первичного вала шестерни задней передачи а также дифференциалы но прежде чем подшипник развалится шестерня поломается а дифференциал прихватит должно пройти не менее четверти миллиона километров а то и больше конкретные пробеги зависит конечно же от водителя не меньше 200 250 тысяч километров обязаны отслужить сцепление и двухмассовый маховик при том услышав явное бренчание не откладывайте замену если пустить ситуацию на самотек то дело закончится разбитым корпусом коробки и оторванным стартером кстати некоторые из экономии ставят одномассовый маховик и комплект сцепления от volkswagen t4 типа так дешевле но мы бы не рекомендовали так экономить у многих в этом случае начинает заметно вибрировать силовой агрегат на низких оборотах под нагрузкой или при резком ускорении от этого умирают подушки которые так не отличаются крепким здоровьем с поиском двухпедального экземпляра ситуация еще интереснее на дорестайлинговых бусах стоит классический автомат марки айзин специально для коммерческих volkswagen коробку доработали улучшив систему охлаждения в итоге есть примеры когда агрегата ходили по 400 тысяч километров но такое возможно если владелец менял масло хотя бы каждые 100 тысяч километров после рестайлинга volkswagen перешел на преселективные роботы dsg правда транспортеру и его родственникам повезло им достался самый крепкий вариант этой трансмиссии до q500 впрочем крепкий совсем не означает беспроблемный до большой ревизии 2011 года пятисотка тоже могла выкидывать коленцы так что дилерам приходилось чаще всего менять дорогущие блоки мехатроника но более поздняя версия преселектива слеплена из другого теста главное не скупиться и обновлять специальное масло каждые 60 80 тысяч километров и тогда семиступка отходит не меньше двухсот тысяч километров во всяком случае должна на всякий случай напомним у т-5 передний привод приводные валы кстати стоит довольно дорого поэтому состояние шрусов лучше рассмотреть до покупки автомобиля чаще всего изнашиваются шлицы промежуточного вала правого привода и вала вставки в коробку передач которого за такую характерную форму прозвали поросенком в этом случае под замену пойдут весь правый промежуточный вал сборе и вал в коробке передач и это отнюдь не дешевая процедура опциональная система полного привода for motion построена вокруг муфты haldex если не забывать про смену масла каждые 60 тысяч километров этот агрегат трансмиссии вряд ли потребует ремонта раньше двухсот пятидесяти тысяч километров долговечность приводов также напрямую зависит от бдительности владельца как минимум все пыльники должны быть целыми а в редукторах будет полезным каждые сто тысяч километров обновлять трансмиссионку и напоследок о подвеске в пятом поколении модель перешла на новую систему со стойками macpherson спереди и косыми рычагами сзади предсказывать ресурс занятие неблагодарное сроки замены пружин амортизаторов и других элементов полностью зависит от дорог и нагрузок задние ступичные подшипники живут примерно 200 тысяч километров передние где-то 250 тысяч но главное что спереди что сзади подшипники меняются вместе со ступицей это чуть не дешевое удовольствие потому что на круг выйдет где-то 40 тысяч рублей и это если брать детали вне заводской упаковки типичные слабые места т5 это задние саленблоки передних рычагов а также опорные подшипники стоек хотя на машинах после 2009 года ресурс опорных подшипников заметно увеличился увы но заботливо сохраненный транспортер каравелла или мультивэн фантастическая редкость поэтому и поиски живого фургона или микроавтобуса скорее всего будут трудными и долгими если не считать двухлитрового битруба дизеля volkswagen t5 показал себя молодцом но к сожалению как известно даже самую надежную технику можно убить безалаберной эксплуатации к несчастью с коммерческими volkswagen ами такое случается сплошь и рядом так что главное сделать правильный выбор это была программа поддержанной автомобилей и я ее ведущий петр баканов желаю удачи ну и